Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре появилась мобильная лаборатория для обучения детей правилам дорожного движения. Машина предназначена для моделирования ситуаций, возникающих на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным и обучения моделям поведения. Машина оснащена современным оборудованием – от электрифицированных моделей светофора до тренировочного манекена для отработки и оказания первой помощи. Ольга Хомракулова расскажет подробности. Это не просто автомобиль, а целая мобильная лаборатория по обучению правилам дорожного движения. К учебно-спортивному центру «Автогородок» машина подъезжает с минимальной скоростью, соблюдая все правила. У мобильной лаборатории очень важная задача – она поможет детям научиться вести себя на дороге. Поэтому встречали новую чудо-машину в торжественной обстановке. Мы с вами живем в том мире, когда машин становится день от дня все больше и больше. И от того, как мы с вами будем грамотно вести себя на дорогах, зависит очень-очень многое. С 2016 года в центре «Искра» работает замечательный автогородок, где дети в игровой форме могут изучать правила дорожного движения. Мы теперь можем не только в этом центре заниматься, но и предоставлять эту лабораторию абсолютно для всех школ в самых отдаленных уголках нашего большого города. За 11 месяцев этого года на территории городского округа зарегистрировано 129 ДТП с участием детей. Потому мобильная лаборатория в образовательном плане – вещь необходимая. Ситуация сейчас складывается намного лучше, чем в прошлом году. У нас отмечается снижение, но отмечается у нас рост по ДТП, в который дети попали по своей неосторожности. В этом направлении мы работаем. И как раз вот эта лаборатория поможет нам проводить профилактические мероприятия. Администрация городского округа Самара помогла нам его приобрести. Прекрасная мобильная лаборатория по правилам дорожного движения, в ней есть всевозможные оборудования, которые будут помогать нам проводить более качественные занятия по правилам дорожного движения. Помимо всего того, что она будет работать у нас здесь, в Автоградке, мы планируем ездить по школам и детским садам нашего города. А в летний период времени мы будем выезжать в летние оздоровительные лагеря. Это далеко не все подарки для юных участников дорожного движения. В ближайшее время в Автоградке появится видеосимулятор, где дети смогут попробовать себя в роли автомобилиста. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. За сутки в Самарской области зафиксировали 651 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Лучший способ предотвратить заболевания, по словам медиков, это вакцинация. В первую очередь важно привить тех, кто в группе риска, это люди старше 65 лет. Тем, кому трудно прийти в прививочный пункт, помогают соцработники. Подробности в сюжете. Раиса Благочиннова живет одна. Рассказывает, 41 год проработала в управлении железной дороги. И всегда делала прививки. Но в последние годы у нее возникли проблемы с ногами. Поэтому теперь из дома Раиса Николаевна выходит редко. По хозяйству ей помогает соцработник Лариса Сушенцова. Готовит, покупает продукты, а сегодня помогла выбраться в пункт вакцинации, чтобы сделать прививку. Я, знаете, всю жизнь прививалась. От гриппа я всегда прививалась. Поэтому я отношусь к этому очень положительно. Соцработник Лариса Сушенцова тоже привита. Говорит, работа обязывает. Не хочется болеть, а тем более заразить своих подопечных. Это пожилые люди, которые входят в группу риска. Я одна из самых первых привилась, потому что я считаю, что это моя страховка на мою жизнь. Потому что я вообще очень боязненный человек. И поэтому для меня это как бы страховка. Круглосуточный кабинет вакцинации работает в 4-й горбольнице. Кроме того, прививку можно сделать в колледже имени Ляпиной. Там мобильные бригады дежурят с 9 утра до 8 вечера. Без перерывов и выходных. Конечно, мы призываем всех пройти вакцинацию. Но в первую очередь мы призываем людей 60+, старшего поколения. Почему? Они накопили не только жизненный опыт, но еще и, к сожалению, багаж, целый багаж заболеваний. Таких как сердечно-сосудистая система, сахарный диабет, болезни органа дыхания, у некоторых и онкология. Это группа риска. Пункт вакцинации в колледже имени Ляпиной будет работать до 29 декабря. Еще один открыт в областной библиотеке по адресу проспект Ленина, 14А. График работы такой же – с 9 до 8 ежедневно. Привиться там можно как от коронавируса, так и от гриппа. Виктория Шарая, События. В торговых центрах города продолжается работа по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Согласно постановлению губернатора Дмитрия Азарова, в регионе действует ряд ограничений. Как прошла очередная проверка, расскажет Максим Магомедов. Пока риск заболевания коронавирусной инфекцией остается высоким, представители районных администраций ведут контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на объектах потребительского рынка. На входе в торговые центры у посетителей должны проверять QR-коды о вакцинации или о перенесенном заболевании. Особое внимание уделяют контролю за ношением масок и регулярной санитарной обработке помещений и всех контактных поверхностей. В этот раз мониторинг провели в одном из торговых центров промышленного района. Проверяется на входе разметка на полу социальной дистанции, наличие антисептиков в обязательном порядке. В случае какой-либо нарушения это фиксируется, оформляется материал, передается в другие организаторы, оставляет протоколы. В промышленном районе с начала года на нарушителей было составлено более 500 материалов. При фиксации нарушения сотрудниками районной администрации составляется акт, который в дальнейшем направляется в Роспотребнадзор или другой уполномоченный орган для составления протокола, а далее в суд для принятия решения. Штрафы за несоблюдение ограничительных мер внушительные. В отношении физических лиц они доходят до 30 тысяч рублей, для предпринимателей до 300 тысяч. За повторное нарушение грозит от 500 тысяч до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. В данном случае мы здесь наблюдаем наличие антисептика для выработки рук, наличие разметки на полу, продавец в маске, покупатель в маске. Нарушения не воюем. Нарушителей мы изначально не пускаем в торговый центр, стараемся всех оповестить и по торговому центру посетителей, которые пытаются снять маску, или что мы, соответственно, делаем замечание. Соблюдение антиковидных мер необходимо соблюдать для того, чтобы уменьшить количество, сократить заболеваемость в городе, в стране. Не обошли стороной зону фудкорта. Здесь в первую очередь смотрят на график дезинфекции мест общественного пользования и журнал измерения температуры сотрудников. Работники ресторанов быстрого питания должны обеспечивать безопасность не только посетителей, но и клиентов, которые оформляют доставку еды на дом. Заказывайте, обязательно отдаем курьерам. Они обрабатывают сумки, одевают перчатки, одевают маски. У нас есть экран. То есть для того, чтобы не соприкасаться с курьерами, с этим придерживаем дистанцию и отдаем с контактной дистанцией. То есть из рук руки ничего не отдаем. Мониторинг торговых центров и объектов потребительского рынка проводят ежедневно, в том числе и в выходные. По результатам сегодняшней проверки нарушений не выявлено. Максим Магомедов, Григорий Плешаков. События. Эфир продолжит новости экономики. Расскажет о них Виктория Шарая. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. Россияне активно скупают лапшу быстрого приготовления. Почему она стала пользоваться повышенным спросом? Причин несколько. Во-первых, рост стоимости продуктов, которые используются для приготовления обычной лапши, муки и растительного масла. Во-вторых, в Россию постепенно возвращаются мигранты. Расскажу подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 16 декабря 73 рубля 85 копеек. Евро 83 рубля 23 копейки. Нефть марки Brent торгуется на отметке 73 доллара 36 центов за баррель. В течение года россияне скупили рекордное количество лапши быстрого приготовления. Жители страны приобрели не менее 2 миллиардов упаковок этого продукта. По сравнению с прошлым годом, продажи лапши в денежном выражении выросли на 16%. Крупнейшие производители связывают это с желанием граждан сэкономить на фоне общего роста цен на продукты. Кроме того, в России восстанавливается число трудовых мигрантов, а лапша быстрого приготовления традиционно пользуется у них высоким спросом. Более того, все больше россиян выходят с удаленного режима работы, и они нередко покупают продукт себе на обед. Россияне, дожившие до 80 лет, автоматически могут рассчитывать на двукратное увеличение фиксированной выплаты к пенсии. На доплату с декабря могут претендовать граждане, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Таким образом, базовая часть вместо 6 тысяч рублей у них будет составлять 12 тысяч. Доплата будет производиться автоматически. Для этого не нужно писать и подавать никаких заявлений. Россияне назвали самые бесполезные приобретения 2021 года. Чаще всего напрасной тратой денег становились одежда и обувь. Об этом сказали 7% респондентов. На втором месте бытовая техника. Например, блинницы, кашеварки, капучинаторы и прочие приборы. Без которых вполне можно обойтись. У них 4%. По 2% набрали новые телефоны, которые не намного лучше старых. Автомобили, на которые люди сначала решились, а потом пожалели. А также косметика и парфюмерия. Каждый сотый опрошенный отметил, что зря купил абонемент в тренажерный зал. Такой же показатель у фитнес-браслетов, умных часов, наушников и прочих гаджетов для занятий спортом. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В Самаре наградили лучших представителей туриндустрии. Премии «Звезда гостеприимства» удостоились 17 человек. Как стать лучшим в такое непростое для туризма время, узнала Мария Левина. Ольга Живаева в туристическом бизнесе уже 10 лет. Родилась в семье ательеров. Получала специальное образование в Швейцарии. В этом году стала одной из 50 лучших предпринимателей в туристической отрасли в Самаре. Рассказывает, пандемия дала шанс внутреннему туризму на развитие. Но вместе с возможностями прибавилась и ответственности. Наш клиент становится все более требовательным, все более изысканным. Ему хочется получать эмоции, получать какие-то новые впечатления. Премию присуждали в 15 номинациях. Помимо этого вручается и специальный приз «Звезда гостеприимства». Туриндустрия сегодня – это в первую очередь торговля эмоциями, говорят эксперты. Чтобы стать лучшими, нужно уметь удивлять. Классические экскурсии сейчас никому не нужны. Нужно зажигать людям эмоции, нужно открывать новые смыслы. И это, поверьте мне, очень тяжело и требует не просто креативности, но очень большого труда, работы с кадрами. И мне нравится, что у самарских операторов это здорово получается. В этом году премию поддерживает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли городского округа Самара. Несмотря на сложную обстановку и ограничения, которые порой не зависят от нас, в большей степени зависит от нас, туристические организации продолжают осуществлять свою деятельность и достаточно успешно. Поэтому администрация приняла решение поддерживать туристический бизнес в столь непростое время. Туристическая привлекательность региона в этом году побила все рекорды последнего десятилетия. За 2021 год Самару увидели более полутора миллионов туристов. Увеличился и денежный поток. Чаще всего в Самару приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, городов Приволжского федерального округа, а также из Сибири и Урала. В следующем году планируется запустить новые прямые перелеты из соседних регионов в Самару. В общей сумме их будет уже 19. И в 2021, и в 2020 году, опять же, несмотря на целый ряд ограничений, наша отрасль, наши инвесторы, наши предприниматели открывали новые объекты. О них знают уже многие, и не только в Самарской области, но и за пределами. Сохранится в регионе тренд и на экотуризм и загородный отдых. Природный ландшафт Самарского края открывает для этого все возможности. Мария Левина, Константин Головин. События. А теперь коротко о других событиях этого дня. В аварии в Волжском районе пострадали женщины и ребенок. 37-летний водитель Рено на 41-м километре дороги обводная нарушил правила и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110, сообщает ГУМВД по Самарской области. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры отечественного автомобиля. 34-летняя женщина и 12-летний мальчик. Они оба были доставлены в больницу. В Самаре обустроят еще пять проекционных пешеходных переходов. Один уже имеется, он расположен на Московском шоссе. Новые проекционные пешеходные переходы появятся на перекрестках улиц Владимирской коммунистической, Владимирской проспекта Карла Маркса, Фадеева, Нововокзальный, Карбышева, Антонова, Овсеенко, Гагарина, Революционный. Безопасность проекционного пешеходного перехода обеспечивают светодиодные светильники, проецирующие на проезжую часть изображение двухцветной дорожной разметки и обеспечивающие дополнительную подсветку перехода, благодаря чему водитель, независимо от погодных условий, может своевременно увидеть пешеходов, переходящих в проезжую часть. В Самаре уничтожили крупную партию алкоголя. Спиртное на своих торговых точках незаконно продавали несколько предпринимателей. Суд признал их виновными в совершении административных правонарушений. Весь алкоголь общим объемом в 1115 литров конфисковали. Его передали профильному ведомству для последующего уничтожения. 48-летний мужчина украл велосипед у знакомого. Сначала он одолжил транспортные средства, совершил на нем марш-бросок от поселка Шумовский, больше Черниговского района до Тольятти, после чего заявил владельцу, что велосипед украли. И сдал его в ломбард, а вырученные деньги потратил. Он уже был судим за грабеж, сообщает в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Новогоднее настроение на улицах Самары. Хотя снега еще нет, жителей радуют елки. Одна из самых высоких появилась рядом с филиалом Третьяковской галереи. Высота пушистой красавицы 16 метров. Она уступает только главному новогоднему дереву на площади Куйбышева. Как преображается к празднику новое культурное пространство Самары, увидела наша съемочная группа. По соседству с растущими маленькими елями в этом году здесь расположилась огромная пушистая красавица, на которую сразу же загляделась Лариса Жарова. Она живет вблизи филиала Третьяковской галереи и, проходя мимо, восхитилась масштабами будущей конструкции 16 метров. Только на проспекте Ленина были елки, а здесь вообще елок не было. Абсолютно никаких. И вот это первая елка. Поэтому я вот иду и удивилась. Новый год, Деда Мороза не хватает с подарками, а так все хорошо. Снега, чуть-чуть снега надо. Ну, снег уже идет. Кстати, все, уже будет. Сейчас рабочие уже закончили сбор каркаса елки и крепят ветви, каждая из которых скоро озарится яркими огнями. Скорпотливо. Сначала каркас пришлось собирать, потом вот эти вот веточки маленькие. Каждую веточку приходится вставить, ее распушить, то есть развернуть все составляющие ее, еще маленькие веточки, подключить на четыре ветки один разъем. Разноцветные шары сделают елку еще более эффектной. К концу недели у специалисты муниципального предприятия «Самара-Горсвет» обещают завершить работу в этой локации. Всего же на сегодняшний день предприятие украсило город на 80%. Осталось завершить монтаж иллюминации на площади Куйбышева и в историческом центре «Самары». Мария Левина, Константин Головин. События. В то же время в «Самаре» начали продавать новогодние деревья, сосны, ели и пихты, чтобы жители смогли создать новогоднюю атмосферу и у себя дома. По традиции в разных районах города открыли специальные лицензированные ярмарки. Обо всем подробнее расскажет Михаил Ермоленко. Ни одно празднование Нового года не обходится без этих зеленых красавиц. С сегодняшнего дня в «Самаре» начали работать городские елочные ярмарки. Только там жители могут приобрести сосну и елку. «Ежегодно мы организовываем продажу хвойной продукции. В этом году у нас 150 точек по городу. Характерно для наших точек – это оформление в едином стиле. Как вы видели, это в том году. Это деревянные заборы. В том году было на 16 точек меньше. Потребность у людей возрастает. Соответственно, мы сделали 150 точек. Стоимость деревьев осталась на уровне прошлого года, рассказали в профильном департаменте. Чтобы новогодний символ был доступен каждому. Предложение этого года – компактные мини-елочки. Такие можно купить, к примеру, на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко. Мы завезли небольшие елочки. Они будут по 300 рублей. То есть для тех, у кого жилплощадь не позволяет вмещать такую большую продукцию. Пока их нет, но они на складе в Самаре. И в скором времени они сюда прибудут. Поэтому мы, так скажем, пытаемся угодить любому жителю нашего города. Спрос на живые деревья уже есть. Самарцы отмечают, что без сосны или ели нет и новогоднего настроения. Елка – это всегда радость для детей и для взрослых, потому что мы с детства привыкли видеть елки. Это радость. Это символ, это запах, это ощущения все равно другие, чего-то живого. Я покупаю каждый год, у меня трое детей. Я покупаю 13, 8 и 5, поэтому такой еще возраст, что надо елку. Все радуются сразу, начинают там, они еще до этого делают игрушки на нее самодельные, вот, начинают сразу украшать, устанавливать, в какой угол в этом году поставим. В общем, там праздник такой просто. Приобрести сосну или елку на городских ярмарках самарцы могут до 12 часов дня 31 декабря. Все ярмарки работают без выходных с 8 утра до 10 вечера. Самые крупные точки продаж в центре города находятся на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко, перекрестки Ленинградской и Галаксионовской, а также около Губернского рынка. С полным списком всех 150 мест можно ознакомиться на сайте городской администрации. Михаил Гермоленко, Максим Гусев, События. Волшебник хоть и зимний, но всегда готов поделиться своим теплом. Российский Дед Мороз путешествует по городам страны и дарит подарки детям. В этом году, как и в прошлом, акция прошла в онлайн-формате. Ребята написали Деду Морозу письма, а некоторые приготовили видео со стихами и вопросами. Что спросили у повелителя снега и бури дети из Самары, расскажем в сюжете. Более 50 тысяч километров пути и 600 тонн подарков российский Дед Мороз начал свое путешествие по стране. В этом году из-за пандемии он виртуально посетит 22 города и исполнит мечту детей с 60 семей и 50 соцучреждений. Самара стала 15-м городом, куда по видеосвязи добрался зимний волшебник и ответил в прямом эфире на вопросы детей, а за лучшие вручил подарки. Мы хотим тебе задать такой вопрос. Снегурочка твоя внучка, а кто твои дети? Внучка, Снегурочка, внучка приемная. Меня очень много внуков, все вы мои любимые внучата. Дружки ты с Санта-Клаусом, может быть, родственники? Мы, друзья-волшебники, Санта-Клаус, Елопуки из самых разных стран, добрые волшебники, мои большие друзья. Спасибо за вопрос. А вы часто собираетесь, дедушка? Мы в последнее время тоже больше созваниваемся. По видеосвязи. Конечно. Первый вопрос. Сколько себе лет? Второй вопрос. Как ты успеваешь всем развозить за одну ночь подарки? И третий вопрос. Твой домик видимый или невидимый? Мне столько лет, сколько существует белый свет. Первый вопрос. Второй. Почему я все успеваю? Да потому что я настоящий волшебник. У меня есть волшебная тройка коней, волшебные сани, волшебный мешок, очень-очень тяжелый. И волшебный посох. Именно на санях, сопряженных в тройку коней, отправляюсь в новогоднюю ночь, в свое главное путешествие, чтобы под каждую елочку положить подарок. Ну и третий вопрос. Действительно, на вотчине, что в великом устьюге, конечно же, мой терем, он видимый, и можно в нем побывать. Мне хотелось бы узнать, кем вы хотели бы стать, когда были маленькими. Хотел стать мастером в каком-то добром деле, что-то уметь делать лучше всех. И моя мечта осуществилась. Я настоящий волшебник и дарю много-много подарков. В этот раз Дед Мороз подарил подарки не только тем ребятам, которые читали стихи и задавали вопросы, но и тем, кто написал письма. Восьмилетний Дима из Самары с ДЦП получил специальный велосипед. А четырехлетний Марк, у которого проблемы со слухом, сертификат на реабилитацию и большую пожарную машину. Центр помощи женщинам-то и не одна получил моющий пылесос. За пять лет путешествия Деда Мороза по стране он пообщался с сотнями ребят, посетил более 370 детских социальных учреждений, 330 многодетных и малообеспеченных семей. Зажег елки и подарил не только подарки детям, но и праздничное настроение жителям разных городов России. Светлана Кудрявцева, События. В театре «Самарская площадь» прошла премьера спектакля «Два веронца». Постановку по лирической комедии Уильяма Шекспира показали впервые на самарской сцене. Актерам было непросто играть своих героев, поскольку весь спектакль они говорили стихами. О том, как прошла премьера, расскажут наши корреспонденты. Актер театра «Самарская площадь» Сергей Булатов выступает на сцене 10-й год. В постановке по пьесе Шекспира он играет Паратея, одного из главных героев. Этот персонаж на протяжении всего спектакля плетет интриги, влюбляется в девушку своего друга Сильвию, хочет очаровать красавицу. При этом Паратея верный, преданный, живет больше сердцем, чем головой, говорит Сергей. Я думаю, что «Самара» должна встретить эту пьесу с интересом, так как, как вы сказали, что таких пьес Шекспира не так часто и много ставят у нас в «Самаре» конкретно. Поэтому эта постановка должна вызвать, я думаю, определенный интерес у публики. «Два веронца» – одна из самых ранних пьес в творчестве Шекспира. Она была издана только после его смерти в первом собрании произведений автора. Действие происходит в 17 веке в двух итальянских городах – Милане и Вероне. Зритель видит параллельно две истории. Несмотря на хитросплетение интриги, финал, по законам жанра комедии, счастливый. С трудностями сталкивались такими, что мы впервые играем стихотворную пьесу. А поэзию надо как-то очень понятно рассказать, очень просто, чтобы это было очень понятно. Потому что поэзия, хочешь не хочешь, она тянет на пафос такой. Поэтому вот как-то тут боролись с этим. Спектакль «Два веронца» можно увидеть в рамках проекта «Пушкинская карта». Поэтому молодые зрители могут посмотреть постановку бесплатно. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Константин Головин. События. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте «Самары ГИС» в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!